Ну, Григорий, у нас еще один момент такой. Надо рыбу изменивать. Ага. Это вот ребята делают, да, сейчас? Вот они хлопают по воде, чтобы рыба изменивалась. Летний день в Антипоятинской тундре. Полное погружение в быт коренных народов. Есть свои именно местные вопросы, которые можно понять, только побывав здесь. Ну, шутка есть. Для первого броска это очень хорошо. О, без обеда не останемся. Или передай-ка банку сюда. Да, это сягот, это там, тут вон. Время есть. Вертолет отправляется по окрестным стойбищам собирать старейшин на совет. Стойбище семьи Иван Нуйта. Шесть братьев и шесть сестер. Большинство продолжают дело предков. В общей сложности 27 детей и трое внуков. Спасибо, что вы говорите. Надо быть сильной женщиной. А в тундре по-другому никак. Вопрос от хозяек. Можно ли выдавать такой вот набор для жилища, чумовой капитал после рождения уже второго ребенка, а не третьего, как сейчас. Почему нет? Мы должны делать все, чтобы поддерживать традиционный уклад. Это решение примем. Инициатива исходит от самих тундровиков. Вот ветеринарная аптечка с лекарствами для оленей от сезонных заболеваний. Один из итогов поездки в приуральскую тундру в минувшем году. Содержимое под завязку. Экспертная оценка. В итоге что-то уберут, что-то наоборот добавят. Именно в тундре сегодня точка принятия решений по поддержке кочевников. Жилье в поселке нужно, чтобы было где переночевать, если приехал оформить документы или, например, сходить в больницу. Есть инструменты, региональные программы. Для молодых семей, многодетных, тем не менее, решение строить небольшие домики уже назревает. Будем социальное жилье строить. Оно будет как раз для людей старшего поколения. Общий дом тундру предстоит почистить от промышленного мусора, который остался еще от первых экспедиций. Для этого снарядят волонтеров. Тысячи тонн собрали за эти годы. В Тазовском особо еще не работали. Вот здесь, в Антипоютинской тундре. Давайте план поставим. Есть у местных жителей и свежие истории. Олени провода приносят. Запутываются. С предприятиями, которые работают сегодня, помогут наладить связь. Все хотят, чтобы местные жители были спокойны и довольны. Между тем и тундровики присматриваются к плодам прогресса. Например, квадрокоптерам. В чуме сижу, я отправил ее, посмотрел, оленей вокруг прокатился. То есть, все, отправил, координаты записал. Где-то, может, олень, там, ПСС что-то там, может, его там, ну, скушать, еще что-то. Все, с точки записал. Все, брат выехал. Решено, что уже на следующих днях оленевода будут разыгрывать еще и дроны. Навстречу прилетел глава Ямальского района Андрей Кугаевский. По поручению губернатора он занимается разработкой мер поддержки оленеводов. А я накинул? Да, накинул. По приезду губернатор прошел обряд очищения. По отъезду его, можно сказать, посвятили в оленеводы. Давай, давай, давай. Блоконбой! 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 Спасибо, что приехали! По результатам поездки уже к сентябрю должен появиться новый пакет решений, который дополнительно облегчит жизнь кочевникам. Александр Ребекко, программа «Время Ямала».